Сегодня мы продолжаем, и я хотел бы начать с того, что мне не удалось сделать в прошлый раз, а именно коротко суммировать то, что мы прочли в прошлый раз. В прошлый раз мы закончили вторую книгу и начали третью. В конце второй книги Аристотель выдает нам список добродетелей, которые он планирует обсуждать в последующем. Этот список состоит из 13 наименований, но включает в себя только 11. Он исключает стыд, как псевдодобродетель, как недобродетель. И он исключает справедливость, потому что справедливость не имеет двух простых плюсов, в отличие от всех остальных добродетелей. Затем Аристотель переходит к обсуждению проблемы удовольствия, которая, как самая близкая к нам, заслоняет поиск добродетелей и вообще затмевает собой всю нашу деятельность. После чего переходит к обсуждению типов поступков. Произвольные поступки, невольные поступки и смешанные поступки. Источник произвольных поступков – это мы сами. Источник невольных поступков находится вне нас. Смешанные поступки происходят тогда, когда, несмотря на то, что источником являемся мы сами, источником этих поступков являются мы сами, они находятся внутри нас, обстоятельства совершения этих поступков являются непреодолимыми для нас. Невольные поступки отличаются от произвольных еще и тем, что следствии за невольными, как правило, следует раскаяния. Таким образом, Аристотель к прояснению невольного и произвольного добавляет новое понятие, именно понятие неведения. Затем он говорит, что оно бывает двух видов. Неведение как незнание и неведение как помутнение. При этом это помутнение может извинять нас, а может не извинять нас. Например, состояние эффекта как помутнение извиняет нас, то есть тогда мы теряем всякое знание в этот момент и совершаем то, чего не должны совершать, теряем базовое знание. Однако помутнение, которое нас не извиняет, это помутнение, к которому привели мы сами. Например, пьянство или порочность или даже сознательное незнание. Например, когда мы сознательно выбираем не знать закон и, соответственно, потом нарушаем его как бы по незнанию. Исключение из этого списка – это, конечно, безумие, которое арестователь описывает как блэкаут, как временную потерю памяти, как вы видели в самых дурацких и отвратительных сериалах. Все же он повторяет, что в неподневольных поступках или невольных поступках самое важное – это раскаяние. В противном случае мы считаем, что поступки должны были быть произвольными. Затем Аристотель переходит к обсуждению произвольных поступков. Он связывает произвольность и выбор, при этом подчеркивает, что выбор никак не связан с желанием. Он отделяет выбор от желания, потом объясняет, что выбор не может быть невозможным, что выбор не может быть целью, что выбор является средством, что выбор не может быть мнением. Затем он переходит к тому, с чем выбор сопряжен. Выбор сопряжен с рассуждением и размышлением о решении. И начинается обсуждение решения. Нельзя решать, говорит Аристотель, о неизменном и о том, что изменяется одинаково и о случайном. Решение может быть принято только о человеческом и о том, что заботит конкретного человека. После чего он продолжает обсуждать выбор. Выбор связан с сомнением и неопределенностью. И выбор – это всегда выбор средств. Так выбор связывается с произвольностью. Затем он говорит, что предмет желания большинства неестественный, потому что истинное желание, истинный предмет желания может желать только хороший человек. Наконец он заявляет, что, еще раз подчеркивая, что цель не зависит от нас самих, а от нас самих зависят только средства движения к этой цели. То есть от нас самих зависит вопрос о том, быть добродетельными или не быть добродетельными. Хорошо. И на этом мы остановились. Итак, если цель – это предмет желания, а средство к цели – предмет принимания решений и сознательного выбора, то поступки, связанные со средствами, будут сознательно избранными и произвольными. Между тем, деятельности добродетели связаны со средствами и тем самым собственной волей и сознательным выбором. Действительно, добродетель, так же как и порочный, зависит от нас. Вы видите, зачем Аристотелю нужен был такой долгий подход и всесторонний подход к этой проблеме. Он должен был доказать, что добродетель целиком и полностью зависит от людей. Что люди произвольно могут быть добродетельными, а могут быть недобродетельными. В противном случае получалась бы суперштука, а-ля речь Кривды у Аристофана. Кривда говорит молодому Фидипиду, я научу тебя, как блудить и не получать отрагоносцев за это. Когда тебя поймают, ты должен будешь сказать, что царь всех богов Зевс, и тот не смог удержаться от Изюльтера. А уж если он не смог удержаться, то как тебе, смертному, удержаться? То есть моя недобродетельность есть условно не результат моего решения, а результат того, что мы все такие люди, даже бог его такое совершает. Вот Аристотель пытается от этого избавиться, чтобы заставить человека, отдельного человека, нести ответственность за собственные поступки, за добродетельность и недобродетельность. Действительно, добродетель, так же, как и порочность, зависит от нас. И в чём мы властны совершать поступки, в том и не совершать поступков, и в чём от нас зависит нет, в том и да. Следовательно, если от нас зависит совершать поступок, когда он прекрасен, то от нас же не совершать его, когда он постыден. Аристотель добавляет и отрицание. Если мы можем совершать, то можем и не совершать. Соответственно, можем совершать хорошее, можем не совершать плохого. А если в нашей власти совершать точно так же, как и не совершать прекрасные постыдные поступки, если поступать так или иначе, значит, как мы видели, быть добродетельными и порочными, то от нас зависит быть нам добрыми или дурными. Да, и это значит, что добро и зло находятся у нас в руках, и это значит, что добро и зло связаны только со средствами. Мораль – это только средства. Мораль – это не цель. Заметьте, какое отличие от старой доброй христианской морали. Изречение «никто по воле не дурен и против воли не блажен» в одном очевидно ложно, а в другом истинно. В самом деле блаженном никто не бывает против воли, зато испорченность есть нечто произвольное. Иначе придётся оспорить только что высказанное положение, и окажется, что нельзя признать человека ни источником, ни родителем поступков, в том же самом смысле, в каком он родитель своих детей. А если это очевидно, и мы не можем возводить наши поступки к другим источникам, кроме тех, что в нас самих тогда и имея источник в нас, и они сами зависят от нас и являются произвольными. Да, источник зла в человеке, и человек полностью несёт ответственность за зло, которое совершает. Это подтверждается, пожалуй, как поступками отдельных лиц в сугубо частных делах, так и с самими законодателями, ибо они наказывают и осуществляют возмездие по отношению к тем, кто совершает худые дела, если только их совершили неподвольно и непоневедению, в котором сами неподвольны. А тем, кто совершает прекрасные поступки законодателя, оказывают почести, чтобы таким образом подвергнуть одних и обуздать других. Аристотель сначала цитирует пословицу, и говорит, пословица неверная, а потом приводит подтверждение своих слов из общепринятого опыта. Все правители думают точно так же. Но снова Аристотель серьёзен. В этом рассуждении есть исключение. Мы ответственны за всё зло, которое делаем. Нет. Есть такое зло, за которое мы ответственность не несём. Условием совершения зла, за которое мы не несём ответственность, является подневольность. Впрочем, делать то, что не зависит от нас, не является произвольным. Никто нас не подстёгивает, так как бестолку уговаривать, не чувствовать тепла, боли, голода и вообще чего-нибудь в этом роде. Мы всё равно будем это чувствовать. Законодатели карают даже за само неведение, когда считают, что человек повинен в неведении. Например, пьяных считают виновными в войне. Да, до сих пор так. Алкогольное отравление – это отягчающее обстоятельство при совершении правонарушения, а не смягчающее, как кажется, большинству молодых людей. Второе. Аристотель также говорит очень либеральную мысль, которую мы рассказывали ранее, но которая теперь углубляется. Есть такие вещи, которые находятся полностью вне нашего контроля. В первую очередь это ощущения. Мы ничего не можем поделать с определёнными ощущениями. С какими-то мы можем поделать. Когда-то мы можем заставить себя остановиться, не злиться, успокоиться. Но есть такие ощущения, которые, в принципе, неостановимы. Либералы, конечно же, схватятся именно за это и сделают эту позицию базовой для развития либеральной теории. В этом случае источник в самом человеке, потому что в его власти не напиться, а именно в том, что напиться причина поведения. Из-за неведения в законах чего-то такого, что знать положено и нетрудно, наказывают. Точно так и в других случаях, когда считают, что неведение обусловлено невниманием, так как тут неведение зависит от самих людей. Ведь быть внимательным – это в их власти. Да. То есть, если вы сами поставили себя в ситуацию неведения и сами поставили себя в ситуацию подневольности, вы всё равно виновны. Поступок, который вы совершили подневольно, не может считаться совершённым подневольно. Но может быть человек таков, что не способен проявить внимание. Однако люди сами виноваты, что стали такими от вялой жизни. Так же, как сами бывают виноваты, что делаются несправедливыми или распутными. Одни делают это зло, другие проводят время в попойках и тому подобных занятиях. Ибо деятельности, связанные с определёнными вещами, создают людей определённого рода. Это видно на примере тех, кто упражняется для какого-либо состязания или дела, потому что они всё время заняты этой деятельностью. Так что не знать, что при определённой деятельности возникают определённые нравственные устойки, привычки, может только тот, кто глух и слег. Да. Люди ответственны за собственную глупость, потому что они сами себя сделали глупыми. Сами себя сделали незнающими базовые вещи. Заметьте, что Аристотель ничего не говорит о сумасшедших. Далее нелепо полагает, что поступающий против права не может быть несправедливым, ведущий себя распущенно распущенным. А коль скоро человек отнутрь в неведении делает такое, из-за чего станет несправедливым, то он несправедлив по своей воле. Правда, будучи несправедливым, он не перестанет им быть, когда захочет и не станет справедливым, ведь больной не выздоровеет, если захочет. Хотя бы случилось так, что он болен по своей воле из-за невоздержанного образа жизни и неповиновения врачам. В этом случае у него ведь была возможность болеть, не болеть, но когда он уступил, ее больше нет, подобно тому, как метнувший камень не может получить его обратно. Между тем, как от него самого зависело, раз источник действий, в нем самом бросить его. Так у несправедливого и распущенного сначала была возможность стать таким, а значит, они по своей воле такие, а когда уже человек стал таким, у него больше нет невозможности быть не таким. Да, таким не быть только. Что имеется в виду? К вам подбегает наркоман и говорит, что у меня настолько сильная ломка, что я ничего не могу сделать, отдавай свой кошелек. Я честный, чистый, прекрасный человек, но ты же понимаешь, какие непреодолимые обстоятельства действуют на меня сейчас, чтобы я вот совершил преступление. Особенно в начале 19 века это было дико популярно, потому что кокаином уже пользовались, а что он делает, еще не знали. И очень часто там приличные дамы продавали все свои золотые украшения, а потом просто начинали, уходили в проституцию, лишь бы только подкармливать эту привычку свою. А если он говорит, прощать таких людей нельзя, то есть если ты стал хроническим пьяницей, и у тебя уже руки трясутся, и когда у тебя руки трясутся, ты работаешь на экскаваторе, и экскаватором ты кого-то убил, потому что у тебя руки трясутся, ты не можешь сказать, ребята, я невиновен, я этого не хотел, я ничего не делал, у меня просто такая болезнь. Нет, дорогой друг, говорит Аристотель, ты сам себя довел до этой болезни. Становление часто необратимо, но это значит, что наркоманный алкоголик повинный в своей зависимости, какой бы тяжелой, эта зависимость не была. То есть обстоятельства тоже играют роль? Нет, не играют уже. А как же? Вернемся к нашему трясу, трясуще с трясущимися руками, как это правильно называется, с тремором. Он убил человека, благодаря этому тремору. Этот тремор, его воля остановить? Нет. Так же. Он уже допился до такой ситуации. Я не совсем про это. То есть человек становится пьяницей, или наркоманом, он повинен в том, что потом он делает какие-то преступления, его за это прощать нельзя. Но при этом он там, вот как женщины, которые использовали кокс, они ведь это делали, потому что там долгое время было неизвестно о том, какие воздействия он имеет. То есть систематического представления об этом не было. Тогда получается, что эти люди виноваты не до конца, потому что там есть либо доля незнания, либо доля обстоятельств. Нет, в данном случае они виноваты до конца, потому что сейчас мы прекрасно знаем и про наркотики, и про алкоголь, всё, что можно об этом знать. Ну, там плохая компания. Я не знаю. Это не имеет значения. И снова вопрос. Подневольная или неподневольная? Или смешанная? Когда вас тянет к себе плохая компания, они же вас не за руки ведут? Нет. Нет. Нет каких-то непреодолимых обстоятельств, которые заставляют вас идти вместе с ними? Тоже нет. Ну, вообще... Значит, это... Ну, вообще... Есть ещё человеческая психология. Нет, это не имеет значения. Ну, одиночество, например. Или, там, ну, когда ты создаешься с, там, не знаю, с плохой компанией, хотя это плохой пример, конечно. Все примеры здесь, ну... Или когда, например, когда ты, ну, живёшь в маленьком городе, и там просто нет никаких компаний, кроме плохих. И ты, как бы, просто являешься частью общества, которое уже живёт, ну, по плохим стандартам. Что бы мог сказать на это, Аристотель? Всё очень просто. Если вы стремитесь к счастью, вы должны стремиться к добродетели. Если вокруг вас только плохие люди, это значит, что вы должны стремиться к добродетели в одиночке. Так вот, если ты не знаешь, что такое добродетель, вот в том-то и дело. Ни один человек не может не знать, что такое добродетель. Это базовое знание. Ни один человек не может сказать, что пьянство – это хорошо, что убийство – это хорошо. Если он только не порочен настолько, что с ним уже не о чем говорить. И не только пороки души произвольные, но в некоторых случаях пороки тела тоже. Эти случаи мы ставим в вину. Ведь никто не винит безобразных от природы. Винят безобразных из-за неупражнения и невнимания к здоровью. Видите, он снова обращается к общепринятым представлениям. Точно так обстоит дело с немощью и увечем. Никто, вероятно, не станет ругать слепого от природы из-за болезни или от удара. Скорее, его наоборот пожалеют. Но если болезнь от пьянства или от другой распущенности, всякий, пожалуй, поставит её в вину. Таким образом, те из телесных пороков, что зависят от нас, ставятся в вину, а те, что не зависят, не ставятся. А если так, то среди других, то есть нетелесных пороков, те, которые ставятся в вину, тоже, пожалуй, зависят от нас. Можно, конечно, возразить, что все стремления к тому... Нет, все стремятся. Все стремятся к тому, что кажется им благом, но не властны в том, что именно им таковым кажется и каков каждый человек сам по себе, такая и цель ему является. А вот и чисто либеральный аргумент, который сейчас мы посмотрим, будет ли Аристотель разбивать и как будет разбивать. Либеральный аргумент именно такой. Все стремятся к счастью, но счастье для каждого своё. И человек неволен выбрать своё счастье. Вот он с таким родился. У кого-то фуд-фетиш, кто-то любит котеечек, кто-то любит собачек, кто-то ящерок любит, а кто-то даже любит людей. А кто-то любит, значит, алкоголь. Значит ли это, что любящий алкоголь невиновен в своей любви к алкоголю, точно так же, как любящий людей невиновен в своей любви к людям, а любящий собачек в своей любви к собакам? С другой стороны, если каждый человек в каком-то смысле виновник в своих собственных устоях и привычках и состояний, то в каком-то смысле он сам виновник и того, что ему кажется. А если не признавать этого, тогда выходит, что никто не виноват в своих собственных злых делах, но совершает их по поведению истинной цели, полагая, что благодаря им ему достанется наивысшее благо и стремление к истинной цели, не будет тогда избираться, имея словно зрение. Нет, не будет тогда избираемым добровольно, но тогда нужно родиться, имея словно зрение, способность правильно рассудить и выбрать истинное благо. И кто прекрасно одарён этим от природы, тот благодарен, благороден, ибо он будет владеть величайшим и прекраснейшим даром, какой не взять у другого и какому не научиться, но который дан при рождении. В том, чтобы от природы видеть благо и прекрасное, и состоит полноценное и истинное благородство. Да, вы видите здесь прямо два слоя, и оба они видны открыто. Истинное благородство только для тех, кто имеет способности к этому, но для большинства людей придётся признать совершенно другое. А именно, что все люди способны увидеть истинную цель. Иными словами, Аристотель говорит, если счесть, что для каждого счастье своё, для кого-то кошечки, для кого-то собачки, а для кого-то кровавые ритуалы с человеческими жертвоприношениями, то тогда придётся разрешить и ритуалы с человеческими жертвоприношениями. Но, очевидно, это не так. Цель человека только одна для всех людей, она универсальна. И потому каждый знает эту цель, если только он не порочен, если только он недобровольно превратился в злодея. Если эти соображения истинны, то почему добродетель более произвольный, нежели порочность? Ведь для того и для другого, то есть для добродетельного, так же, как и для порочного, есть цель по природе, или как будто ни было явлена и установлена, а с этой целью соотносит всё остальное. Какие бы поступки не совершали? Второй аргумент Аристотеля. Если бы реально все люди имели своё собственное счастье от рождения, тогда у нас был бы что? Моральный релятивизм. И тогда мы бы никаких суждений не могли бы выносить. То есть идут человеческие жертвоприношения. Тот, кого приносит жертву, счастлив, потому что это его счастье. Тот, кто приносит жертву, счастлив, потому что это его счастье. Рядом стоят полицейские и смотрят, потому что смотреть – это их счастье. И все счастливы. Все довольны, никто не дергается. Что такое релятивизм? Релятивизм – это учение. Ну, в данном случае не учение, а подход, наверное, потому что мы говорим не о релятивизме, а вообще о конкретном релятивизме. Предполагающее равенство внутри всех категорий. То есть моральный релятивизм предполагает, что все моральные оценки абсолютно равны. И, следовательно, они неотличимы одна от другой. И, следовательно, нет ни добра, ни зла. Потому что то, что одному кажется добром и злом, другому не кажется. Но все оценки равны и неотличимы друг от друг. Почему эта концепция не верна? Потому что в такой ситуации, во-первых, нет естественной цели. А, во-вторых, невозможно выносить никаких суждений, ни о чем. Иными словами, вы идете по улице и видите, как один человек убивает другого. Вы можете позвонить в полицию? Нет, не можете. Почему не можете? Вы можете только только от этого. Ну, так очевидно, что если моральный релятивизм принят на уровне государства, то никаких законов нет. Кроме закона, который должен поддерживать. Ну, всегда должен быть закон, который сохраняет статус к вам. Нет, а закон, который поддерживает хаос? Мы обсуждали это на первой. Да, 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 это уже было абсолютно. Ну, вот. И все. Нет, я понимаю, это просто практически неудобно, но ведь по сути... Это не просто неудобно, это ведет к гибели общества. Это напрямую ведет к гибели общества. А, то есть вот в этом-то и дело. То есть когда мы признаем о том, что те или иные вещи плохие, это ведь все равно результат конвенции, которая... Нет. Мы ведь договариваемся о том, что те или иные вещи плохие, потому что они ведут к разрушению общества. Нет. Нет? Нет. Мы должны согласиться, что первая проблема с релятивизмом, которую мы видим и которую видят греки, заключается в том, что у нас одни законы, а у соседей другие. А у тех третие, а у тех пятые, десятые. И если бы не было естественной цели, говорим мы себе, эти законы бы совершенно не совпадали в своих предметах. Иными словами, если бы не было естественной цели, если бы не было естественной в кавычках морали, мы могли бы представить себе такое государство, где убийство не запрещено и не наказывается. Но оно везде так не значит. А это значит, естественно, даже не осознавая это, различные государства все соглашаются в естественной, в некой естественной цели, в некой естественной в кавычках морали. Бывают законы, подразумевающие исключение из этого правила, но правила везде одинаковы. А можно еще тогда привести какой-нибудь пример, кроме убийства? Воровство? Пожалуйста. Я чуть-чуть вспомнила. Во всех государствах. Так это в Спарте запрещено воровство? Так оно же запрещено, но только как бы не усвоено. Но закон-то есть. И если вас поймали при попытке что-то вбросить, вас накажут. Это не имеет значения. Вас накажут по закону. Не говоря уже про то, что Спарта это супер особенное государство, верно? Ну да. Ну, даже там есть этот закон. А про убийство я вообще молчу. В Гилленике, нет, в Аннабасисе, Кексинофонт описывает спартанца, который он лично знал, который в одной из драк случайно убил другого мальчика, и за это был лишен гражданских привилегий. Хотя спартанское общество поощряет драки между мальчиками, как вы помните. Ну да. Более того, мы же должны понимать, что именно в этом состоит изначальный импульс классической политической философии. Классики смотрят на разные государства и понимают, и видят эту релятивность, и понимают, что в релятивности невозможно жить. Тот же Аристотель в политике дальше, когда обсуждает раба, предлагает не только естественные версии, но и конвенциональные версии рабства. Обсуждает, вернее. Вообще невозможно жить без естественного стандарта. И тогда классики начинают этот естественный стандарт искать. И Аристотель предлагает нам такой естественный стандарт. То есть тот факт, что все мы люди, определенно означает, что все мы естественны, мы не искусственны. Но это означает, что у нас есть какие-то естественные свойства. Есть, конечно, какие-то искусственные свойства путем воспитания приобретённые, но есть естественные свойства. И, соответственно, одну из них – это естественная цель. Хорошо, если у нас есть не соглашение, а у нас есть утверждение, что у всех государств у нас так иначе запрещено убийство, то есть это нечто общее, это нечто естественное. Естественное – это происходящее изнутри человека или изнутри государства в данном случае. Это естественно для человека или естественно для государства? Потому что если бы это было естественно для человека, то нам не нужно было бы вводить закон. к сожалению наверное так было бы сказать нельзя потому что во первых существует всегда случайность а во вторых человек в отличие других животных умеет создавать искусственно именно поэтому убийство было бы созданием искусственного просто то есть человек смотрите естественно львы вы это плохо давайте каких-нибудь военных возьмем естественно условные свиньи не естественно не предназначены к убийству других свиней но такое убийство может произойти случайно то есть как минимум противоестественная вещь может случиться случайно нет в случае человека в отличие другие мы наказываем за случайность у нас есть татьяне преднамерное убийство в случае человека есть еще и искусственные вещи это его свойства помните как в пире мы обсуждали же да что помимо эротизма еще вот созидание есть вот и убийство вполне может быть искусственным убийство другого человека да не убийство вообще объясните пожалуйста именно об искусственности вот этот момент люди не предназначены к тому чтобы убивать других людей как биологически и давайте я попробую объяснить это дело в том что современная эволюционная теория или биологическая теория с которой я как вы поняли уже плохо знаком да говорит примерно следующее проблема с убийством среди людей заключается в том что человеческая агрессия длится очень долго видели когда-нибудь стая волков там ведь есть агрессия они огрызаются друг на друга но эта агрессия происходит мгновенно она закачивается мгновенно у них ну если ярость волка не будет подавлена мгновенно он очень легко сможет убить другого волка поэтому хищников я распродавляется мгновенно у desiredных она не подавляется мгновенно потому что твоя дному очень сложно убить другой травоятные человеку невыносимо сложно убить другого человека есть только один способ душение но чтобы душить другого человека нужно потратить не просто большое количество усилий, это нормально. А время? Можно до 80-ти забить? Нет, забить. Убить человека одним ударом кулака, да, может только очень редкий другой человек. Как правило, единственный способ убить другого человека – это душение. Но душение происходит 2-3,5 минуты. То есть это постоянный концепт. Именно поэтому наша ярость она успевает затихнуть за это время. То есть мы как травоядные, не как всеядные практически, не предназначены к убийству, у нас нечем убивать. И в этом мы, естественно, все согласны. То есть природа не предназначила нас к убийству других особей, включая и особи собственного вида. Поэтому убийство, ровно как убийство других особей, так и убийство себе подобных является результатом изобретения. Оно искусственно, неестественно. Мне вот интересно, ведь очевидно, что признание иерархии оно все равно так или иначе ведет к высокомерию, а высокомерие ведет к насилию. И Аристотель вообще задумывался о такой вещи, как эмпатия, которая тоже для людей естественна. И возможно, что отрицание этой самой иерархии может, наоборот, в людях пробуждать худшие чувства, то есть сострадание и умение перенимать страдания других на себя, для того, чтобы потом помогать и тем самым сохранять жизни большим количеством людей. Итак, здесь прям много всего. И нам надо начать, пожалуй, с эмпатии. Есть ли среди страстей, которые описывает Аристотель, в рамках добродетелей эмпатия? Нет. Дружелюбие? Дружелюбие. Конечно, дружелюбие может подойти, но дружба обсуждается отдельно на протяжении нескольких книг. То есть дружба, возможно, только между равными. Это понятно. У меня была другая мысль, чуть, может быть, более серьёзная сейчас. Ведь как бы вот мы только что выяснили, убийство вообще человеческих особей, даже если они находятся ниже по иерархии чем-то, это противоестественно. Но при этом люди, ну, об этом как бы вся история человечества говорит, считая других более слабыми и менее развитыми, занимались истреблением этих самых людей. Конечно, здесь есть два базовых замечания. Первое. В этой естественной иерархии всё-таки необходима для большинства людей совместная жизнь. И эта совместная жизнь подразумевает некий порядок. В частности, этот порядок связывает людей с тем, чтобы не убивать других людей. Господин не убивает своих врагов. Он явно выше, чем все свои рабы, но он не убивает их. Потому что он извлекает выгоду из них. Да. То же самое касается и жизни в обществе. общество запрещает убийство не только потому, что убийство противоестественное, но ещё и потому, что убийство вредно для самого общества. Если мы берём людей, стоящих вне общества, то они вообще не занимаются никакими убийствами. Потому что естественная цель человека никак не связана с убийством других людей. Что касается ощущения превосходства, то ощущение превосходства это и есть добродетель. А РТ следует переводить не христианской заповедью добродетель, а греческим превосходство. Люди не равны. Желание быть лучше другого естественное желание. Это самое лучшее желание, которое у вас есть, потому что оно делает вас лучше, заставляет вас становиться к лучшему. Как же эмпатия? То есть там, например, условно ты приносишь страдания другим, даже несмотря на... Так как, я не знаю, детей, что ли, обижать. Вроде как они ниже тебя и слабее, и ты можешь их даже до конца завидеть. Да, и вот вернулась ко мне моя мысль изначальная. Идея о сочувствии, о сострадании это христианская идея. Греки не знают её. Эта идея может исходить только из одного места, из равенства всех людей. Вы же не сострадаете свинюшке, которую вы кушаете. Она же ниже вас, вы же её убили. Ну вот, кстати... Убили, да ещё и расчленили. Что-то в том, что вот, например, когда я ем мясо, я вообще... Не плачете, да? Я не плачу. Помните, как в той этой самой, да? В том меме, где девушка сидит, значит, ударит. Вот, когда я ем мясо, я вообще об этом не задумываюсь. Если мне показать там видео, где расчленяют свинью, мне будет её жалко. Но при этом, когда я его посмотрю, в 5 минут я опять забуду. Да, вкусно, конечно. Нет, я просто так думаю, что в теории сострадание тоже есть, но только когда это наглядно происходит. А теперь примените тоже сарамая. Точно так же, как счастье свиньи заключается в том, чтобы стать беконом. И, значит, никакого страдания в её смерти и расчленении нет. Точно так же, счастье более... более низкие люди являются частью иерархии и в этом смысле встроены... Да, да. Их счастье в том, чтобы вам помочь. Ну, смотрите, там, например, когда европейские поселенцы истребляли индейцев, индейцы не думали о том, что здорово, сюда пришёл прогресс, поэтому мы с удовольствием подвинемся, чтобы... Нет, 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 нет. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Нет, конечно. В смысле, как это работает? Должно было быть... Там, я не знаю, подвинуть свои поселения для того, чтобы белые люди могли там построить свои железные дороги, а потом стать их рабами. Это очень тяжёлый вопрос, ответить на который скорее надо нет, потому что очевидно, что среди приплывших европейцев большинство были такими же низкими, как и большинство низких индейцев, а меньшинство такими же высокими, как и меньшинство среди индейцев. Это первое. Второе. Естественно, ни те, ни другие не были аристокльянцами. Ну да. Но вообще, конечно, речь идёт о том, чтобы достичь для большинства людей достижимого для них счастья. Они должны быть счастливы. И в этом смысле они должны быть добродетельны. Та добродетель, которая будет им доступна, минимальная добродетель, моральная добродетель, сделает их счастливыми. Кажется, можно сказать, что в этом и есть страдание Аристотеля. Он не говорит, что большинство людей никогда не достигнет подлинного счастья. И что они брошены, забыты и абсолютно никому не нужны. И в этом смысле их жизнь кажется совершенно бессмысленной и пустой. Они ничего никогда не достигнут. Они приговорены. Вместо этого Аристотель говорит, нет, для них доступно счастье в рамках определенной деятельности с определенными ограничениями, но доступно. Это не настоящее счастье. Это счастье не имеет отношения к человеку, оно искусственно. Но оно доступное. Аристотель не отказывает людям в этом. А просто вот добродетели для всех по Аристотелю одинаковые, но ведь по факту это не так. Просто у Аристотеля не было возможности познакомиться с большим количеством культур, я не знаю. Нет, этого не может быть. Почему? Потому что Аристотель говорит не о греках, и в этом отличие классической политической философии от традиций. Аристотель говорит о людях. Вот это же очень грубое обобщение, потому что добродетель для мусульман будет совершенно другая, чем добродетель для христиан. Нет, нет. Ислам, христианство и паганизм, о которых религии ни слова в этике и ни слова в политике, они не касаются человеческого. Есть люди, а есть христиане. Есть люди, а есть мусульмане. Есть люди, а есть евреи. Не в том смысле, что еврей не человек, а в том смысле, что еврей как человек это не еврей, как иудей. Это как так? Самое простое, люди это универсальное, а религия это партикулярное. Более того, как вы прекрасно понимаете, религия подвержена изменениям. В этом смысле мусульмане все время меняются, христиане все время... Мы же не забиваем камнями не работать. Ну, а хотелось бы, да? И христиане, и мусульмане, и иудеи все это изменимые понятия. А люди это неизменимые понятия. То есть человеческое вот... Да. То есть, когда... Если мы хотим создать философию, естественно, мы должны упираться или отталкиваться от вечного, неизменного, естественного, а не от временного, искусственного и изменяемого. Религия временная, искусственная, изменяемая. Природа вечная, неизменяемая, естественная. Поэтому, если вы хотите создать политическое учение, вы можете ориентироваться на мусульман. Но если вы хотите создать политическую философию, вам придется ориентироваться на людей. Поэтому все, все, я подчеркиваю, добродетели, которые Аристотель перечисляет, только они, с его точки зрения, являются естественными, и только они, с его точки зрения, являются вечными, относящимися к человеческой природе. Все остальное наносное. Я бы тут, тут была бы Мария Свановна, я бы обязательно пошутил, что, значит, с ее точки зрения эти самые аборигены, они не испытывают тревог. Тревога – это признак цивилизации. Именно поэтому цивилизация так активно борется с ними дикаментозными средствами. У аборигенов, у древних людей вообще никаких тревог нет, у них все хорошо. Не надо. Хорошо, давайте дальше. Если эти соображения истины, то почему добродетель более произвольна, нежели порочность? Ведь для того или другого, то есть для добродетельного, так же, как и порочного, и цель по природе, или как бы то ни было явлена и установлена, с этой целью соотносит все остальное, какие бы поступки не совершат. Да, я возвращаюсь к тому, что Иристотили не выступает моральным релятивистом, и говорит о том, что моральный релятивизм невозможен. Поэтому, видится ли цель каждому человеку такой или иной, не по природе, но есть в этом что-то от него самого, или же цель дана природой, но всё остальное добропорядочный человек даёт произвольно. Делает? Делает произвольно. В любом случае, добродетель есть нечто произвольное, и порочность произвольна ничуть не менее. Соответственно, и у порочного есть самостоятельность. Если не в выборе цели, так в поступках. Итак, если добродетель согласна определению произвольной, ведь мы сами являемся в каком-то смысле виновниками нравственных принципов, и от того, каковыми нравственных привычек, и от того, каковы мы, зависят, какую мы ставим себе цель, то произвольны также и пороки, ибо здесь одинаково. Всё здесь одинаково. Да. Итак, так как можно хвалить за добродетели, значит, можно наказывать и за пороки. Итак, в связи с добродетелями мы сказали об общих чертах, об их родовом понятии, а именно, что они состоят в обладании серединой, и что это нравственные устои или склады души. О том также, что, чем они порождаются, в том и сами деятельны, о том, что добродетели зависят от нас, и что они произвольны, и, наконец, что они действуют так, как предписано в верном суждении. Да, а что телеп общает? Всё, что было сказано ранее. Однако поступки и нравственные устои привычки произвольны не в одном и том же смысле. Поступки от начала и до конца в нашей власти, и мы знаем все отдельные обстоятельства, нравственные привычки или склады души в нашей власти только в начале, и постепенно их складывание происходит незаметно. Как то бывает заболевание, но поскольку от нас зависит так или иначе распорядиться началом, постольку устои произвольны. Привычки. Привычки произвольны. Да. Здесь Аристотель повторяет уже ранее сказанную мысль, но дополняет наше отношение к добродетели, о котором мы уже говорили не раз. А именно, что добродетель – это привычка. Мы выбираем её поначалу, хотя нам тяжело, или, вернее, потому, что нам тяжело, потому что мы страдаем, когда мы её выбираем. Но затем она уже начинает действовать автоматом. И когда она начинает действовать автоматом, когда мы автоматом начинаем выбирать правильные поступки, кажется, можно было бы сказать, и хотя такой аргумент не звучал, мы были близки к нему, что очевидно, что такой человек, который на автомате поступает добродетельно, на самом деле не добродетелен, потому что он уже не имеет никакого отношения к тому, что делает. То же самое и гораздо чаще мы слышим от другой стороны, от порочных, что однажды, выбрав порог, уже люди, составив себе привычку поступать порочно, уже не могут остановиться. Например, старые добрые бодипозитивщицы продолжают не столько пытаются изменить свой порог, сколько начинают защищать его и говорить, что это в невых силах, просто кость широкая, да, там, гормоны не сработали, и вообще тортики вкусные. Аристотель говорит, нет, 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 дорогой друг, дело вот в чем. Точно так же, как с тем трактористом с тремором, который виновен в убийстве человека, несмотря на то, что тремор он свой не контролирует. Точно так же и с пороком, и с добродетелью. Даже если добродетель уже стала автоматической, вы все равно считаетесь добродетельным и ответственным за то, что достигли добродетели, потому что вы в самом начале делали из нее привычку. То есть вы сделали выбор в самом начале, и этот выбор, как тянущийся далее уже на автомате, все равно все еще ваш. То же самое касается и порока. И в этом смысле Аристотель продолжает настаивать на том, что добродетель, как поступок, является результатом человеческого действия, и человек несет за него ответственность, даже если этот поступок становится уже инстинктивным или рефлекторным. Теперь, взяв снова каждую добродетель в отдельности, мы скажем, какова она, к чему относится и как проявляется. Да. Одновременно выяснится также и число добродетелей. По-моему, оно уже было выяснено, или он что-то скрывает, но это не важно. Значит, книги 3 и 5 обсуждают теперь уже не добродетели вообще, как книги 1 и 2, а конкретные добродетели. При этом Аристотель не говорит о классах или группах добродетелей. Он разбирает их все отдельно, хотя мы пытались объединить их в группы, но, как вы помните, не очень хорошо получалось. И я говорил вам в самом начале, что мне кажется, что древний редактор, конечно, немного напортачил, потому что вот это кажется началом новой книги. Очень разумным выглядит, что новая книга начинается с разбора уже отдельных добродетелей, в то время, как предыдущая книга должна была быть связана с произвольным и непроизвольным. Почему так было сделано редактором, не совсем понятно, но у него какая-то была логика, и он явно ближе к Аристотелю, чем мы, поэтому было бы неплохо попытаться понять, почему так было сделано. Я напомню, что третья книга закончится на обсуждении умеренности, а потом четвертая будет посвящена всем остальным добродетелям. То есть получается как-то странно. Пятая книга целиком справедливость, четвертая целиком все добродетели, кроме умеренности и мужества, конец второй книги список добродетелей, третья книга почему-то сначала обсуждает произвольное и непроизвольное, решение и нерешение, а только потом в самом конце обсуждает мужество и умеренность. Прежде всего мы скажем о мужестве. Мы уже выяснили, что это обладание середины между страхом и отвагой. А страх мы испытываем очевидно, потому что нечто страшное угрожает нам, а это вообще говоря зло. Именно поэтому страх определяют как ожидание зла. Конечно, мы страшимся всяких зол, например, бесславие, бедность, неприязнь, смерть, но мужество над человеком считается неприменительно не ко всем этим вещам, ибо иного следует страшиться, и если страшаться, скажем, бесславие это прекрасно, а если нет, то постыдно. И кто этого страшится, то добрый и стыдливый, а кто не страшится, беззастенчивый. Да. Значит, мы понимаем первое, о чём мы уже говорили, а именно, что мужество это самое низкое добродетельное. И Аристотель тут согласен с Платоном. Да. Самое низкое значит самое базовое? В данном случае самое низкое значит самое базовое, да, потому что оно относится к животному. отсюда стыд, потому что только детьми и не стыд assутствуют. Стыд вообще не добродетель? Нет, нет, он пишет здесь, что только что посчитали, вот, добрый и стыдливый, то есть начинать... добрый и стыдливый? Да. Да, да, это как раз не, 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 Это как раз против этого. Платон в первой книге законов движется от мужества к мудрости. Но когда он говорит о мужестве, он начинает говорить о том, что мужество – это преодоление страха. Страх – это ожидание зла, как вы видите, здесь сказано. А потом говорит, мы, конечно, страшимся всяких золов. Бесславие, бедность, вот это вот всё. И Платон говорит, что мужество, ну, превращать мужество в умеренность на самом деле. То есть как только он говорит, что мужество касается не страха насильственной смерти на войне, а всех страхов вообще, тогда мужество растворяется. Аристотель категорически не согласен в этом с Платоном. И сейчас, как он, конечно, признаёт, конечно, мы страшимся всяких зол. Но на самом деле мужество не имеет отношения к преодолению этого страха этих коммерческих зол. А точно ли он категорически расходится с Платонами, если он мужество и умеренность ставит в конец, ну, если след за ним ставит мужество и умеренность в конец одной книги, а все остальные добродетели идут дальше? Если Платон у нас выводит, что мужество и умеренность… Это одно и то же. Да, именно поэтому он следует за Платоном и не следует за ним и отрицает его. То есть, как и Платон, он считает, что может в это самый низкий добродетель? Ну, Платон в законах, да? Да, потому что не может быть совмещена с мудростью или… Нет, потому что она животная. Нет, для Платона потому, что мужество фактически превращается в умеренность. Ну, смотрите. Мужество – это способность преодолеть страх. Страх… Какой страх? Страх смерти. Мы все считаем, что страх смерти. Но Платон говорит, нет, любой страх. Мужество – это способность преодолеть любой страх. Почему? Если мужество – это способность преодолеть страх, мы говорим страх смерти, то чем преодоление страха смерти отличается от преодоления любого другого страха? Масштабом, что ли, страх смерти сильнее? Да нет. Есть такие вещи, которых боятся больше, чем смерть. А нельзя быть умеренным и трусливым одновременно? Очевидно, нет. Ладно, я просто, видимо, забыла или пропустила, почему умеренность тоже является низкой добродетелью. Поэтому я… Даже в государстве умеренность самая низкая из добродетелей. Потому что она самая доступная. Умеренность? Конечно. Это же нужно… Если бы она была самой доступной, не было бы толстых людей, не было бы, я не знаю, людей. Нет. То есть вы хотите сказать, если бы добродетель была суперлегка, не было бы порочных. Да. Нет. Добродетель сложна. Но среди всех добродетелей самая доступная – это умеренность. Да, работа… Смотрите. Для того, чтобы быть справедливым, вы должны как минимум знать закон. Да. Для того, чтобы быть умеренным, вы ничего не должны знать. Как? Надо постоянно над собой работать и отказывать от себя в том, что ты любишь. Это очень тяжело. Нет, связано с удовольствием и не удовольствие. Да. Она всё ещё близка к животным. Конечно. Но с точки зрения Аристотеля, да? Вот это важно. Ну, значит, я просто… Мы по-разному понимаем умеренность. А что вы тогда по плотному… Ну, смотрите. Нет, смотрите. Можем ли мы требовать от обычного человека, от среднего человека мужества? Да нет, не можем. Это очень тяжело. То есть мы не можем… Нет, не можем. То есть вы возьмёте меня и скажете, вот сейчас Вильзакопов надо выйти. Я не выйду. Зачем это у меня? Это дело, потому что людей не за… Ну, там, всегда обвиняют абсолютно всех людей, которые… В трусости. Да, в трусости. Правильно. Потому что быть не мужественным – это позорно. И это так говорят абсолютно всем. Нет, позорно – это одно дело. Мы спрашиваем, насколько тяжело. Мудрым быть практически невозможно. Это удел единиц. В этом мы все согласны. Мужественным быть супертяжело. Да. Да. Потому что даже если вы идёте в фаланге, если вы не идёте в первой линии и в последней, вы не мужественной, потому что вас толкают сзади и показывают, куда идти спереди. Да. Хорошо. Справедливым быть тяжело, потому что справедливость предполагает знание закона и следование закону. Следовательно, у вас остаётся самая низкая добродетельность всех – это умедленность. Как это отложено в платоновском государстве? Цари-философы – мудрые, стражи – смелые. А ремесли – умеренные. А ремесли – умеренные, да. А там внизу – умеренность. Я просто хотела… Вот вы правильно подобрали синоним «умеренность» – это воздержанность. Нет, воздержанность – это часть умеренности. А в чём тогда она ещё состоит? Потому что мне до сих пор кажется, что умеренность – это безумно сложно. Нет, нет, нет. Значит, мы вообще должны делить умеренность от воздержанности. Давайте, чтобы вас не смущало. То есть, вы помните, с чем иметь дело воздержанность? Да. С телесным. Ну да. Да. Вот отлично. Телесное выкинули в окно. Оставили только нетелесное. С чем уметь дело умеленность? С тем, чтобы не требовать для себя слишком многого. С тем, чтобы не быть наглом, не наглеть. С тем, чтобы отвечать соседу взаимностью. Теперь скажите мне, вы, как и я, из тех людей, которые даже не хотят сказать маршрутчику, что водителю, что это ваша остановка, потому что вы настолько стеснительны. Да. Вот. Так это же качество характера. Так это же качество. Так мы говорим про качество моральной и добротели. Это же не наглость. Это же ты просто говоришь о том, что… Ну, то есть, если ты скажешь о том, что здесь моя остановка, это не значит, что ты поведёшь себя нагло. Это значит, что это вообще твои проблемы. Нет, я к тому, что быть стеснительным гораздо легче, чем быть наглым. Да. Да. А значит, быть умеренным гораздо легче, чем быть наглым. Так опять же, это черта характера. На количество, как бы, стеснительных придётся такое же количество наглых, которые нет. Нет. Нет? Нет, конечно, нет. Наглых немного. Ну, ладно. Вот. Ну, оставим это. Речь идёт о том, что умеренность гораздо проще. Почему? Потому что она не требует никаких усилий, как правило. Справедливость требует усилий, и вы хотя бы законы должны знать. Ну, да. Да, приходится ещё что-то знать даже. Вот. Что-то почитать надо, да? Там, уголовный кодекс, например. Кто его считал вообще? А мужество-то как же? А что мужество? А мужество? Мы же вот только что сказали, что быть мужественным безумно тяжело. Да. А потом… С точки зрения Платона. Мы сейчас Платона обсуждаем. Вот, да, Платона. А почему тогда с точки зрения Аристотеля тоже тяжело, если ведь это тоже требует… Нет, с точки зрения не тяжело. Нет, нет. Просто мужество является, вот вы только что сказали, одним из самых низких добродетелей. Да. Ну, почему… Итак, давайте попытаемся обсудить это ещё разучим. В государстве Платон делает простое деление. Естественные добродетели и искусственные добродетели, обусловленные и безусловные. Безусловные – это высшее. Мужество и мудрость. Да. Мужество и мудрость противопоставлены, как вы помните, так. Поэтому у философа нет никакого другого выбора, кроме как сделать что? Быть только мудрым. Ну, это понятно. С мужеством-то что надо сделать? Признать его одним из низших. Самым низким, конечно. Признать его самым низким, потому что мужество – это конкурент. Да. Ну вот. Слушайте, мы догадались. А потом просто объяснить, почему это самое низкое… Ну, это же подло как-то. Это какая-то хитрость. Мне это несправедливо на самом-то деле. Идеальное государство, возможно, как вы читали в конце, Воронинского государства, возможно, только благодаря лжи. Ложь – это несправедливость. Иными словами, даже идеальное государство, даже идеальный порядок основан на несправедливости. Никуда от несправедливости не уйти. И это философ понимает, и поэтому уходит прочь от всякого порядка. Да, да, конечно, конечно. Но попутно ещё обижает мужественных. И так, конечно, мы страшимся всяких слов. Нет, некоторые. Некоторые называют последнего мужественным, в переносном смысле, потому что он обладает чем-то похожим на мужество. Ведь мужественный в каком-то смысле тоже бесстрашен. Наверное, не следует страшиться ни бедности, ни болезни, ни вообще того, что бывает ни от порочности и не зависит от самого человека. Но бесстрашие в этом ещё не мужество. Да, всё это ещё не мужество. А в силу сходства мы так называем и его тоже. Ведь некоторые трусят в опасностях на войне, но обладают щедрость и отважно переносят потерю имущества. Не трусит тот, кто страшится о оскорблении детей и жены, или зависти, или ещё чего-нибудь в этом роде. А тот, кто отважно ожидает порки, не мужественный. К каким же страшным вещам имеет отношение мужественный? Может быть, к самым большим ужасным? Ведь ужасное никто не переносит лучше мужественного. А самое страшное – это смерть. Ибо по это предел, и кажется, что за ним для умершего ничто уже не хорошо, не плохо. Да, несколько замечаний. Значит, Аристотель откидывает всякие страхи, он говорит, жизнь полна всяких страхов. Но мы их преодолеваем. Даже, наверное, дети преодолевают какие-то свои страхи. Когда там, я не знаю, помните, как мы бежали по прихожей с выключенным светом после того, как посмотрели фильм ужасов, да, до туалета или там на лампочке. Вот. Даже дети какие-то свои страхи преодолевают. Но мы же не можем сказать, что ребёнок мужественный. Это очевидно. Поэтому, говорит Аристотель, мужество касается только самого страшного. И самое страшное – это смерть. Смотрите, вот вам основание либерализма в чистом виде. Нет ничего страшнее смерти. И здесь же тот же самый, в кавычках, гопсовский атеизм. Потому что для умершего нет загробной жизни. Но всё же из-за отношения к смерти мужественным почитают не при всех обстоятельствах. Например, если смерть приходит во время бури или недуга. И тут же следующее замечание. Самое страшное – это тоже либеральная позиция, гопсовская позиция. Это не смерть сама по себе. Потому что смерть неизбежна. Самое страшное – это насильственная смерть. Но при каких же тогда? Может быть, при самых прекрасных именно таковы обстоятельства битвы. Ибо это величайшая и прекраснейшая из опасностей. О том же говорит и почёт, который воздают воинам сограждане и властители. Да, этого достаточно. Аристотель точно так же употребляет здесь глагол «такео». Тем самым показывает, что следует за общепринятым мнением. Люди согласились с тем, что мужество связано с ужасами войны. Так как люди согласились с этим, нам кажется, что мораль, которую мы уже объявили искусственной, на самом деле является результатом конвенции, результатом общепринятой нормы. Потому что мы можем сказать, что как только мы начинаем исследовать мужество, у нас возникает миллион проблем. Потому что мужеств может быть много. Страхов может быть много. И первопроходец мужественен, и смертельно больной мужественен. Тогда почему же общество считает, что только воин мужественен? Ну, ведь война это в любом случае связано с насильственной смертью. А преодоление страха пред насильственной смерти это... Алес, заметьте, Аристотель не говорит про насильственную смерть? Ещё раз hertzите этот отрывок. Я для вас пояснил про насильственную смерть, но на самом деле Аристотель говорит другое. Но при каких же тогда? В каких же тогда? Может быть, при самых прекрасных? Именно таковы обстоятельства битвы, ибо это величайшая прекраснейшая из опасностей. Аристотель не говорит про насильственную смерть. Он говорит про колонн. Про прекрасное. Вспомните, с чем связано колонн напрямую? С политикой. Общество считает, что из всех вариантов мужества, подлинное мужество – это мужество, связанное с войной, потому что только война имеет прямое отношение к обществу. Общество прославляет мужество воинов и считает только воинов мужественными, потому что только войны являются полезными для общества. Напрямую полезными. От них зависит его жизнь. Отсюда и указание на дакео, отсюда и указание на прекрасное. Мы уже признали, что добродетели искусственны. Они неестественны. Моральные добродетели неестественны. Теперь встает вопрос. Откуда берутся моральные добродетели, если они неестественны? Рассказатель говорит. Из соглашения. Все думают, думают, думают. Думают, думают, читают. Отлично. Следующий вопрос. А на чем основано это соглашение? На чем основано соглашение коллектива, говорит Аристотель и приводит пример. В первую очередь соглашение коллектива основано на безопасности коллектива. Может быть, поэтому мужество самое низкое и самое базовое, потому что без нее вообще не существует коллектива? Потому что сколько бы мы не процветали как общество без солдат, мы долго не протянем. Мы не можем представить себе продвинутого общества прекрасной России будущего, у которой нет армии. Но мы можем себе представить суперотсталую Спарту, у которой есть только армия. Ну, просто же были там утопичные идеи про мир без границ, без армии, без вообще, без всего. Ну, в конце 19-го века, в 20-м, вот это все. Да, 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 да. Ну вот, и что как? Поэтому называется утопичный. У меня есть один очень глупый вопрос. Я рад, что вы начинаете с преамбулу. В Швейцарии? В Швейцарии? В Швейцарии обладает самой большой призывной армией в Европе. Два с половиной миллиона человек. В обязательном... Подожди, в Швейцарии... Призывная, а настолько призывная армия, что даже круче, чем наша, потому что, во-первых, после призыва, каждому прошедшему призыв, выдают боевое оружие, он с собой домой уносит автомат. Это первое. Второе. Постоянно происходят учения и... Как это правильно называется по-русски? Это ведь... А? Сборы, да, военные сборы. Постоянно. Швейцария крута тем, что достаточно взорвать 3-4 горных перевала и туннеля, и все, в нее уже не попасть. Поэтому да, да, да. Просто либертарианцы так нахваливают Швейцарию, как саму свободную. И более того... Да, так... Стоп. И более того, она всегда такой была, потому что до какого-то времени швейцарские наемники – это лучшие наемники в истории. Там всегда была отличная армия. Конспираторы даже связывают это с тем, что в Швейцарию бегут катары, спасаясь от преследования. Да? И таким образом, после того, как... Я не помню, как называется эта провинция Франции, из которой они бегут. Чтобы такого не повторилось, катары, которые бегут в Швейцарию, превращаются в бесконечных солдат. Чтобы никогда больше европейские державы не могли раздавить катаризм. Потому что в прошлый раз раздавили строго, потому что не сопротивлялись. У них реально вот эта южная область Франции вся в бесконечных крепостях и вся в горных грядах. Но катары раздавили банально, потому что они не знали, как сопротивляться. И часто города просто открывались. Или они не ждали помощи и так далее, и так далее. Ну, это такая конспирология. Сегодня мы можем представить себе общество без армии. Но это не общество, а смех. У Лихтенштейна, например, условно говоря, нет армии. Но условный Лихтенштейн – это член НАТО. У него есть те, кому он платит, чтобы его защищать. Кому нужен Лихтенштейн? Ну, это тоже ещё один. У нас нет армии, потому что сколько у нас может быть человек? 42 в армии. Ну и чего? Хорошо. Так что в мужественном собственном смысле слова оказывается, видимо, тот, кто безбоязненно встречает прекрасную смерть и всё, что грозит скорой смертью. А это бывает прежде всего в битве. Впрочем, мужественный человек ведёт себя безбоязненно и в бурю, и при недугах, но всё-таки не так, как моряки. Ибо мужественные отчаиваются в спасении и негодуют на такую смерть, а моряки, имея опыт, надеются на себя. Кроме того, мужество проявляют при тех обстоятельствах, когда требуется доблесть или когда смерть прекрасна, между тем при гибели такого рода, как в море или от недуг. Нет места ни для того, ни для другого. Вы видите, да, Аристотель в три раза повторяет это прекрасное. Мужество, связанное с прекрасной смертью. Какая смерть прекрасная? На войне. За родину. Других вариантов прекрасных смертей не существует. Вы умерли в море? Такая себе смерть. Умерли в своей постели? Никто не будет говорить, как он мужественно умер в своей постели. Умерли от того, что вам черепаха на голову упала, как один известный лысый мужик? Тоже не считается. Только один тип смерти объявляется прекрасным. Только один тип смерти объявляется высокоморальным. И в этом смысле мы смотрим на то, кто его объявляет таким и по каким причинам он объявляется таким. Хорошо, давайте на этом мы пока остановимся. Я спрошу, есть ли у вас вопросы? Ну, это же на самом деле неправда. Ну, то есть, круто умереть за родину, крутому воину, но политик, который сидит там же, понимает, что типа, ну, это фигня пол. Нет. Без... Это самое базовое издобра... Потому что без солдат не существует государство. Ну, это для государства нужно, но политик может благополучно умилеть в своей постели и не обязательно прыгать в окоп ради рода. Нет. Потому что политик стоит выше, чем солдат. Тогда это как бы... Это философия для масс такая. Моральный добродетель, да. О чем мы обсуждаем это все время. То есть, речь идет о законодателях и учителях законодателей, которые в этой книге учатся, как строить общество, на каких основаниях оно строится и с помощью каких инструментов, да.